с праздничного натюрморта начали друзья товарищи приветик сегодня ждем гостей наших соседей и что обычно делают люди когда ждут гостей готовятся в этот раз я готовилась вчера вчера весь день крутили толму варили борщ салаты и малаты чем вчера все закончила выпекать ничего не буду потому что моя наденька меня бережет если смотрели предыдущий влог у нас кости были и с собой свои сладости выпечку и принесли очень много еще осталось тортик есть кексы есть другой кекс есть так что ничего не буду печь я очень рада спасибо надя а что решила сделать на стол решила ничего не класть вчера вечером сказала немножко уставшая была белую скатерть постелю и уже фуршет будем делать все всю еду на стол тарелки в ту сторону вилки мелкие берут садятся за стол потом подумала что обо мне подумают люди только белую скатерть не подойдет но хотела белый классический скатерть может быть еще и дорожку постелю то что и сделаю но еще хочу все-таки что-то на эту дорожку положить посмотрим что получится уверенно хорошо получится как всегда вы меня знаете но если не хорошо получается убираем но мечный он опять в кохоте был он научился это место ему очень нравится комментарий читал как вы можете что хотела сказать о бедные котики в холоде на фирме так холодно пошли под капот или на мотор в гараже стоит их туалет извиняюсь сейчас не в тему скажу чтобы люди успокоились а тут прямо так сильно волновались за моих котиков туалет у них лоток в гараже живут ночью они в стиральной комнате где для них даже эту подогревающую штуку разогреваю но дует теплый вечер а в туалет все таки им хочется и заодно пошел в туалет и решил войти и посмотреть что у нас там внутри машины сами не знали как капот открывается тот уже знает как под капот пайпасть вот умные что еще хотела сказать про этот котика сегодня опять пошла говори варусь его нету постучала по капотам и там же звук сказал океан под капотом сын сказал посмотри под капот потом уже заведи и не успокойтесь котики в порядке живы и здоровы слава богу все в порядке сейчас вернемся к нашим овечном белая скатерть сверху дорожка а на дорожке сейчас расскажу кто-то в лесу гуляют медведь снова верну ягина это скатерть немножко коротенькая для этого стола но не видно нет но по моему это не проблема особенно когда это постелим и прикроет будь добрым центр и думаю помните от марины и такой экстравагантный вкус подарок получили не то вазочка не то декоративный обжект думаю возьму всех троих но сначала знаете что делаю сначала в них соберу такую хвойную композицию и лучше будет смотреться по моему посмотрим еще красные такие шары у меня есть маленькие миниатюрные эти шарики тоже повесим кого-то и детей попрошу у меня нерв не хватит чтобы милки и шарики вешать это сделаю потом уже положу на стол и потом еще одна идея пришла самое главное вчера пошла спать с мыслью на стол время не теряешь агина просыпаешься кофе пьешь разогреваешь блюдо меню если интересует дома не поленились . не поленилась мелкая мелкая толму прокрутили из виноградных листьев толма в капусте в капустных листьях и толма без листья для уважаемого потому что он не любит листья больше сварила хариса еще две кастрюли хариса варила заморозила одну кастрюлю хариса будет в ролях блинчики есть к притом близгулетенные блинчики тоже сделала вчера ночью для соседа что еще у меня блинчики салат из фасоли зеленый из свеклы и все маленькая сырная доска два вида хлеба ржаной с борщем и обычный скоро с косточками семечками обычный и хлеб без глютен для соседов что еще и печенье без глютен и для это все люси не спеклась давай на лопачку в руки говорили люси он там все на бачке написано она ребенок здесь выросла они все читают и точно делают не грамм туда не грамм сюда хлеб сделала печенье сделала блины сделала так что мы готовы осталось все таки можно и на стол время провести давайте быстро это сделаем продвинемся дальше я уже начала время не ждет время бежит раньше чем мы сумеем догнать красиво да эти декоративные они зелено-желтого цвета если заметили они у нас растут и в заднем дворике и переднем кустики два больших куста и обижалась на этими ножницами взяла и отрубила им головы плакали они просили гене не руби их мы в красной книге многие ведь снежная королева котиков ночью в холодном гараже держит детей мужа не кормит рубит деревья что еще делаю что еще делаю что-то еще тела и не помню выпишите что еще делает это гене так думаю очень красиво получается именно с этим желтозелем раз цветом расцветкой контраст какой-то красивый желтым зеленым эти тоже а вот эти ту вазу не сегодня сегодня уже не успею через два часа гости придут мало чего успею же но там тоже употреблю люди сидели читали красную книгу и вдруг видят мои деревья читала комментарии они ведь в красной книге здесь на каждом шагу эти леса акшулы здесь очень много леса очень много деревьев и хвойных и таких и других прямо тракторами их из корней удаляют чтобы дорогу строить или дома построить вряд ли кто-то из людей которые сейчас очень сильно так волнуются за моей некоторые несколько веток вряд ли пойдут и будут этих трактористов душить не не удаляйте деревья они в красной книги мы уже с вами в красной книге окей люди нормальные хорошие я просто платье а вам хватит как думаешь дорогой очень хватит кажется и теперь можно это сюда пусть пока ждет обратно на дерево приклею хорошо шучу над каждой шутки доля правды так они ровные это немножко просит к себе еще одну ветку я хочу просто посмотреть как смотрится так она моя кое-что В хоккей играл и когда играют говорят подачи, подай, 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 подачу, чтобы когда клюшку передай, передай, передай. Он когда сидит, комментирует? Да, он еще у нас комментатор, когда даже он не играет, сидит на бенче, скамейке, еще и игру и комментирует, и игрокам говорят подай, это мова, пас, не или что, как хоккейсты общаются. Это нормально. В наши времена, эти дети пока что-то сделают. У меня ведь не хватит. О, эти разбивающиеся стеклянные. Ты так удивилась, что они разбиваются. Ну, в этой Америке, в основном, не разбивающиеся дружки. Хотела сказать, пока дети сделают... Мы раз-два сделаем. У них новая... Как будет? Униформ. Свитер. Не свитер, а водолазский. Ну, в чем играют хоккеисты? Форма! Форма с их номером. Кто что выбрал. Арка-чан. Хм. 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 Он на Пельцвитстор. Его любимый номер, Доксук. Он очень любит Доксука. Откуда он знает Пельцук? Доксук играет сейчас? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Он на пенсии, это вопросы для Арка, это в Нельцовете? Да, это такая маленькая, это местная команда. Какая-то болит, она на ногах. Какая-то 98? Все наши дни рождения собраны вместе. Получается 98. Вот у него и такой номер. Он не закончил, но уже уходил. Говорю, уже не надо, все, закончили. Они не заинтересованы. В наше время, если бы мне сказали, Экин, Надион, давай вешай игрушки на елку. А мы ведь не вешали, родители елками занимали. Помнишь, вы вешали игрушки на дерево? Это исключительно делали родители, чтобы дети не сломали. Или родители тоже дети, поэтому они делают. Мы неправильно делали. А мы неправильно. И то же самое дети делают. Потом уже я прохожусь. Ну, они Арнак и Лилит вешали по своему росту. Маленькие были. Елка-то улыбка была наряжена в нижних частях. Ага, почти заканчиваем. Видите, как хорошо дети помогли. Ах, им все равно. Маленькие. Так... Маленькие. 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 эти пойдут на стол но симметрично поставлю вчера хотела в центре сырную доску положить сегодня уже не хочу сырную доску все будет на столе пусть подходит аккуратно пользуется лучше чтоб стол был краше так еще у нас есть помните покупала из амазона свечи электрические на батарейки не натуральные но думаю если еще и свечи положу вот эти разные размеры вот так небрежно один такой другой высокий скажем здесь там повсюду кстати я совсем забыла у этих свечей есть пульт не пробовала работает или не работает сейчас конце попробуем сначала давайте поставлю сейчас пульт оставлю вот получилось еще хочу несколько серебряных игрушек шариков между свечами просто положу посмотрим как смотрится но чем краше тем лучше потом если еще свечи зажечь у меня еще маленькие свечки тоже есть если захотим еще между ними эти маленькие свечки чтобы свечи свечи светилась один сюда другой туда это сюда вот эти пластиковые они не раз не разбиваются и очень захотеть можно что-то с ними испортить вот наши котики могут что-то сделать испортить поэтому выгнал сегодня по дому так крутились не знаю почему такие возбужденные были но сказал я сегодня работаю чтобы не кота никого чтобы альма не мешает поэтому не кота не собаки альма как терапия долг просто помогает своим присутствием мало или давайте еще несколько принесу пусть будет побольше пусть пусть нужно еще пару чужим взглядом посмотрела и можно все заканчиваю сейчас эти совершенно для другого для тех деревьев купили рядом с камином но как смотришь они больше ничего не просят не требуют вот теперь хватит знаете что хочется но не знаю разумно ли будет в центре у меня белые длинные свечи тоже есть если поставить три еще таких если зажечь хвойные деревья ветки разжигутся или нет но соседям скажем будьте внимательны если увидите что пожар кричите пожар пожар поставлю хочется просится надеюсь они будут ровно стоять потому что это все таки не подсвечник все таки подсвечник неплохо как раз ветки их будут поддерживать пожалуйста поддержите можем несколько минут зажить потом задуть даже если не зажечь они может еще держись ветку принесу туда положу чтоб держаться издалека посмотрю по-моему больше ничего не надо даже эти маленькие свечи тоже покупала очень удобные очень красиво на столе смотрятся подождите подождите к примеру если эти тоже положить сюда или не хотят не хотят это не работает давайте все сожгу и вы скажите свое мнение собак цели не не Круто, видите, пока гостей нету, выключаем, маленькие так не получится, а гости пришли, издалека стоим и включаем, очень хорошая свеча, вот здесь эти не включили, наверное, другой пульт подходит к этим, я несколько комплектов покупала, один с одной батарейкой, а другие с двумя батарейками, может быть другой пульт нужен будет, ах, так хотелось, чтобы так круто было, хочу проверить, нашла правильный ремонт контрол, все уже работает, из троих один подходит на все, все, по-моему, очень красиво, уже на это время будем, не будем терять, больше ничего лишнего не хочу добавлять, и все, берут и садятся за стол, красиво, ярко, празднично, то, что я хотела, все, я свое дело сделала, то, что касается стола, значит, думаю, будет правильно поставить тарелки, стаканчики в одну сторону, чтобы подошли, взяли тарелку, взяли что-то из угощений и пошли к столу, поэтому думаю, сюда поставить в прошлое, здесь поставила, здесь, наверное, напитки, воду, будем пить только воду и вино, что еще, мы соду не пьем, газированные такие сладкие, неполезные вещи не пьем, и соседи тоже бережем, поэтому там еще чайную станцию сделаю, чай, в общем, эту сторону я берегу, это помните, наверное, поднос, огромный, почему-то, перед переездом, очень хотела купить большой поднос, чтобы пригласить много людей, не знала, но если купите такой поднос, к вам тоже очень много друзей будут приходить, хотите, не хотите, это уже было у меня, но поскольку поднос сам по себе не такой уж увлекательный, поставим сюда, и будет уже легко справляться, еще у меня есть такая другая круглая доска, на которой, может быть, принесут, и будет легко переворачивать, а что сюда положу, честно говоря, изначально опять не планировала эту штуку, хотела все блюда подать из кастрюли, потому что кастрюли, по моему мнению, очень уже сами по себе хорошо смотрелись перед тем, как пошли в духовку, и там начало вариться толмах с капустой, это капуста, ну, томатный соус там сверху, хорошенько сварился, потом все на тарелку положу, покажу, как они выглядят, уже на канале готовила, знаете, толма с капустой, это толма, эту толму в этот раз опять по-разному сделала, на дно положила томатный соус, баклажаны, листья винограда, и уже мясо, как кебабушки, смотрите, такое, подождите, нужно разогреть, остыло, и мясо без переворачивания, ну, без развертывания в листье, в листье, ой, все еще вы меня поняли, и сверху покрыла опять томатным соусом, листья винограда, баклажан, болгарский перчик и свежие помидоры, все это убрала в сторону, потому что это так, ну, на вид он не такой уж красивый, решила все это открыть и отдельно к бабушке разогреть и в тарелку положить, чтобы красиво смотрелось, значит, это блюдо тоже не подойдет, чтобы прямо подать из кастрюли, борщ останется в кастрюле, это не борщ, это самый лучший в мире, подождите, покажу, увидите, ну, по мировому масштабу такой борщ варю только я, где наш полковник, только вот беда с моим борщем в этот раз, ну, смотрите, мясо кусочками маленькими-маленькими отрезала, это свекла, это дочка потом все заберет из борща, потому что это ее любимая часть, а беда состоит в том, ну, смотрите, на вид, смотрите, какой красавец, это не борщ, а, ну, красавец, ничего не скажете, там картошка отвалилась, хвостик от перчика, никак не могу найти, вот смотрите, еще один я сама отрубила, потому что, как увидела, там пропал хвост, один взяла и отрубила, в общем, не находим, друзья, что мне делать, как мне делать, ищу, ищу, с утра не нахожу, и решили, семейный совет собрался и решил, если так и не найдем хвост, объявим соседям, что если кому-то попадет хвост от перца, ему в этом году что-то очень хорошее попадет по жизни, так что это мой красавчик борщ, вы такого еще не видели, нет, многие варили по моему методу и им очень понравилось, а это другая толма, тоже на вид, наверное, потому что сверху покрыли еще, знаете, чем, подождите, точка очень, изначально не захотела, смотрите, как хорошо выглядит, Агина, покусите ее, пожалуйста, тоже из кастрюли не подойдет, потому что, ну, не будут же гости копаться в кастрюле толму удалять, а вам лицо сними, как неаккуратно вы кусаете, на себя не попало, главное, чтобы на себя не попало, подождите, почищусь, по начало открыла банку, которую с собой из Калифорнии принесла, прямо армянская банка, все листья как картоновые, пришлось выбросить, дочкой сказала все, делаем только голую толму, у меня нервов не хватит, чтобы искать очень много банок, все почти одной фирмы, не будем, потом, когда сюда переехали, из арабского магазина еще одну банку увидела, прямо из банки видно было, да, просвечивается, что листья нежные, хорошие, взяла, открыла, хорошие, такие тонкие, красивые листья, дочке сказала, значит, надо было завернуть, садись, заворачивай, да, что еще у нас в меню, хориса в духовку положила, потом достану, вот хорису в блюде, в кастрюле подам, сверху польем маслом, она горячая в чугунной сковородке, горячая и останется надолго, блинчики уже пожарю, поставлю, сырную доску, очень такую минимальную сырную доску делаю, он какой вкусно, да, двигаемся к доске, делаем доску, и это печется хлеб для соседа, тоже семечко мы сделали, такой похож на нормальный, обычный хлеб, и так, тарелки сюда поставлю, и пусть подходят, забирают, а маленькие, окей, маленькие тоже сюда поставлю, красиво будет смотреться, еще один комплект маленьких нужно, а досочку, всего лишь несколько видов сыра будет, это манчего, бри, это гуда, тоскано сыр, фета, и если место будет, еще другой вид, кстати, тоже положу, и все такими, таким ножом просто очень красиво смотрится, уже удобно, неудобно, неизвестный еще кусочек, так сделаю, это очень вкусный сыр, всегда вкусный, и без хлеба, и с хлебом, и с джемом, и с чем хотите все, если хотите знать, мы тоже голодные, ну с утра проснул, о, папу угостил, наконец-то кто-то про папу подумал, бедный папа хотел, говорят, дедушка Мороза купить большую шоколадную, вы ему не купили, потом он так плакал в машине, всю дорогу домой плакал, хотел дедушка Мороза, а раз уж у нас место здесь осталось, можно и маринованные огурчики, еще вчера не поленилась, не знаю, у меня такой всплых, энергии была, взяла, еще не поленилась, эти, помните, покупала такие перчики, они очень сильно, вкус винигра, уксуса, очень сильно, вылила уксус, два раза промыла обычной питьевой водой, добавила туда оливковое масло, чесночок и укроп свежий, ну теперь вкусно, съедобно, очень вкусно, положу огурчики маринованные, это и соленье собственных рук приготовленные, помещайтесь, даже запах стал хорошим, дай мне белку из этого дорога, золотую, нет, не золотую, сюда положу, любую дай, огурчики сюда пойдут, огурчики не я готовила, но они тоже огурчики, обязательно все самой готовить, мы не роботы, мы люди. семейный совет во главе мужа против, чтобы я блюда все толмы прямо сюда клала, говорит, лучше в кастрюлях разогрей, кастрюльки почистить, если сюда не поставлю уже, потому что, знаете, такое блюдо должно быть горячим, и в чугунной кастрюле оно останется горячим надолго, просто можно вот так почистить бока, придать какую-то чистоту кастрюле, и будет лучше, салфеткой так пройдусь, потом разогрею в духовку, как хлеб выйдет, все положу в духовку, и все останется в горячей температуре, но все-таки эту толму, маленькую толму, говорит, точка тела два часа крутила, все-таки это нужно перевести в таренку, и эту таренку можно и в в микроволновку, и можно разогреть уже, хочу все удалить, сверху, перчики-мерчики, лишние эти листья кладем, миниатюрные, ну, дочка говорит, мам, стоит, я говорю, не стоит, кто-то заверну, мы съели, это стоит, в общем, решили, все в своих костюлях будет, ну, и пусть будет немножко почище, значит, а это вообще удалю, прикрепился, прилип, и джан, надо почистить, так, ну, это вот так положу, остались стаканчики, стаканчики, тарелки, вилки, все, что еще, салфетки, вот эти будут, да, салфетки, тканевые салфетки не делаю, потому что, по-моему, неудобно будет, это лучше, один сюда, другой туда, салат из, эм, эм, э, салат из зеленой посоли, салат из свеклы, ли, базуков салат сэндэнэнк, салат на дома, сюда поставим, много закусок, как таковых, думаю, уже не надо будет, сметану положу к борщу, йогурт с чесноком, положу к доме, а то сюда вот так положу, ту-ту-ту-ту-ту, и все, будет очень хорошо, не сомневайтесь, у нас осталось 45 минут, как время прошло, не заметили, ктавец берем сейчас, ктавец берем сейчас, как? Угу, сейчас? Айо. Сказано, сеньки так? Угу. Один из соседей терпеть не может свеклу, сказала, салат приготовлю из свеклы, вы попробуете и влюбитесь. Сейчас почищу, сверху ничего не ставлю, о, какие большие салфетки, это нужно по чуточку использовать. Угу. Так, подравню, и ложкой, так, пройдусь, как будто дизайн какой-то, придолели. Немножку сюда и салфеточкой почистим. Сначала жарим безглютенные. Смотрите, какие хорошенькие получились. Нужно было аккуратно с ними, потому что, если не аккуратно, они могли порваться. Ну, знаете, мука без глютена, она не содержит глют. Поэтому эластичности у теста не бывает. Немножко размешаю. О, хлеб готов. Спасибо, Аравис. Главное, чтобы прижавки не разрывались. Вот эти какие пухленькие, нежненькие. Какие, кружевные были, некоторые. Главное, чтобы они не сгорели. Всего несколько приготовила. Ну, а остальное, естественно, с собой отдадим, потому что у нас есть свои. Дети сказали, мам, они на вкус, как обычные блинчики. Даже пробовали вчера вечером. Я не пробую, знаете. Ох, вчера я прямо мучилась. Ишь, после шести я не ем. На интервальной диете сижу, чтобы похудеть сильно. И все, что готовила, я должна попробовать. Особенно то у мамы. Хорошо, что Лилит у нас нормальный ребенок. Она все за меня пробовала. И думаю, как же трудно людям, которые готовят и не могут пробовать. Скажем, им нельзя это. Но готовить надо. А на вкус ведь надо пробовать хотя бы. В общем, сегодня утром в 11 часов кофе допила и пошла пробовать. И естественно, как и ожидалось, все было идеально. Посолено, поперчено. Все было хорошо. Окей. Вас столько не заговорю. Соседские сюда положим. А наши уже не важно, куда положим. Главное, кажется, успеваем. Вау. Они очень пунктуальные. Ждем время прихода. От 4 до 4.30. Чтобы не было такого точно. В 4 часа будьте у нас. Интервал между этими часами. Они у нас очень пунктуальные. Окей. Это уже разогрею. Ох, хлеб нужно достать. Молчите, сидите. А ну, клинчик на литерной стерпусе. Хочу посмотреть, есть ли бледный. Ну, не совсем бледный. Можно и достать. Обычно удаляю и еще несколько минут вставлю в духовку без формы выпекаться. Ну, этот хлеб требуется час, чтобы испечь. Мы испекли час и чуть больше. Сейчас нужно куда-то положить. Сюда. Что еще? Куда положить? Тажин. Такая крышка высокая. Тажин положу, прикрою, то есть чем-то другим. И положу. Надеюсь. И поместится. Не надо надеяться. Эти двое пусть здесь. Три фифты сделаю. Сто восемьдесят. И уже будут горячими. Ого. Чистим. Убираем. Это убираем. Что осталось? И кельс. Хлеб резулы. Хлеб резулы. Хлеб резулы. Хлеб резулы. Это ржаной хлеб. 95% свежемолотое зерно. Ржаное и красная пшеница. И немножко пшеничная мука. Очень вкусно. Есть на канале Эггене ржаной хлеб на закваске. Оно должно получить свою порцию. Толесом. Наверное, блинчики тоже потом положу в духовку. Это соседские. Главное не перепутать. Бабы цветы, дитям мороженое из этой серии. Не перепутаем, что еще было. Единственное, что нельзя, скажем, нашему сегодняшнему гостю, это хариса и этот хлеб. И для него есть и свой хлеб, и свои блинчики. Так что никто не будет грустить. Надеемся. Ну так хорошо, да, что всем ровно все. Всем все ровно. Сделаем. Если надо будет, еще отрежем хлеб. Готовим. Вот это. Сауэр крим. Сметану положу рядом с борщом. Матсул с чесноком. Матсул с чесноком. Матсул с чесноком. Спасибо. Это я люблю. Это для себя удаляю. Матсул с чесноком. И это стол мой. Рядом стол мой положу. Думаю, все готово. На всякий случай, может, попрощаюсь с вами. Может, сейчас сколько минут осталось? Где-то 10 минут. Могут и пораньше прийти. Какой вкусный. Как вас это хотело. Все, на всякий случай. Думаю, идея с праздничным столом очень красивая. Надеюсь, что-то полезное передала. В этот раз ничего не готовила, потому что все очень много времени берет. И все уже готовила на канале. Чтобы туда-сюда сильно не бегать, вчера заранее, это тоже хорошая идея. Все подготовить на день раньше. И приглядеть за блинчиками, что не сгорели. Молодец. Не сгорели, не радуйтесь. Окей. На этом, наверное, попрощаюсь. Посмотрим, если соседи не против, пару кадров с ними тоже снимем. Самое главное, знаете, бережем себя, свои нервы, своих любимых. Все будет хорошо, все будет прекрасно. Ваше с любовью. И пацанюйчик. Бережим, белья и красота. Про clicked. Никак falt wrinkles, naire м 다니 decision. Белья и fifthめ-яволиус. Так что доска писали. Нервы, которыйprocessnotлат. Я тебе рассказал, Подoko 예�邊 быть дреди, knapp- duas и девярами подпишись. Карп-с basin. Подписывайтесь на нервы. Т Weders, ��ER-те-выtecок. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok